всем привет и спасибо что заглянули сегодня снимаю продолжение темы осеннего гардероба 2016 покажу вам обувь и аксессуары которые буду носить и уже нашу этой осенью начну с обуви и первое что хочу вам показать это такие черные кожаные ботинки на массивном и устойчивом каблуке это пожалуй моя самая универсальная демисезонная обувь покупала их два года назад и они до сих пор остаются актуальными а главное они очень хорошо сохранились учитывая что обувь я ношу не очень аккуратно если добавить сюда осенне-весенние погодные условия то этим ботинкам можно смело ставить пятерку за их износостойкость более парадно выходной вариант ботильоны на прозрачной платформе заказывала я их три года назад и именно с этих ботильон началась моя любовь к этому прозрачному пластику под названием flexi glass обожаю присутствие этого материала абсолютно везде в обуви в украшениях в интерьере вообще обувь на прозрачном каблуке это мой маленький фетиш у меня уже целая коллекция собралась на мой взгляд такая обувь делает любой наряд более современным добавляет какого-то футуризма что ли мне очень нравится как flexi glass вписывается в образы в стиле спортшик и даже в классические образы я например не очень комфортно чувствую себя официальной одежде но иногда этого требует обстоятельства и например на защиту диплома в университете я надела строгий брючный костюм и добавила к нему черные босоножки на прозрачном каблуке тем самым и дресс-код соблюла и чувствовала себя в своей тарелке так что для тех кто не жалует слишком официальный стиль но обязан его соблюдать силу каких-то обстоятельств вот такой маленький трюк помогающий добавить стиля официальному наряду следующее что я хочу вам показать это такие крутые демисезонные кроссовки фирмы mango они у меня совсем новые пришли ко мне буквально вчера заказывала я их с сайта wild berries и все ссылки я оставлю в описании под видео и так если говорить об этих кроссовках то мне безумно нравится их дизайн благодаря сочетанию черного цвета и таких темно-серых войлочных вставок они не смотрятся супер спортивно и здорово сочетаются с пальто и даже с брюками также мне нравится что у этих кроссовок толстая подошва за счет чего они менее подвержены промоканию вообще в 90 процентах случаев предпочитаю носить максимально удобную обувь поэтому найти такие классные кроссовки на осень для меня большая удача вот такие две пары batford под замши в сером и бежевом цвете они исключительно на сухую погоду их конечно не наденешь совсем подряд и каждый день но стоят они совсем недорого поэтому мы можем себе это позволить я уже говорила что замша особенно светлая в демисезонный период у меня не выживает поэтому я предпочитаю брать вещи из искусственной замши чтобы не было так мучительно больно единственное с этими сапогами я немного не учла тот факт что мои ноги худеет среднестатистических и обе пары оказались мне велики в особенности бежевые поэтому не совсем уверена буду ли их носить очень обидно и последняя пара обуви которые хочу вам показать это такие черные ботинки также из искусственной замши это обувь конечно на 1-2 сезона сделана она можно сказать из бархатной бумаги и скорее всего на ней быстро появятся заломы но опять же из-за низкой цены это совсем не страшно и так с обувью все теперь придем к аксессуарам начнем пожалуй с головных уборов и первое что хочу вам показать это такие две вязаные шапочки в сером и пыльно-розовом цвете заказывала я их как и кроссовки сайта wildberries этот свитшот кстати тоже с этого сайта в моем представлении именно такие шапки являются идеальными объясню почему мне очень нравится максимально простой рисунок и размер вязки она и не мелкая и не супер крупная отсутствие различных деталей делает эти шапки более универсальными в сочетании с самой разной одеждой и что также очень важно меня радует состав этих двух шапочек розовая на 80 процентов состоит из шерсти мериноса а серая на 70 процентов состоит из ангоры таким образом они очень теплые их можно носить даже холодной зимой они очень качественные то есть долго не будут скатываться и что очень важно они совсем недорогие стоят примерно так же как шапки из той же zara затем отличим что здесь состав очень хороший а там один акрил и полиэстер кстати на сайте wildberries сказать что выбор шапок огромный это не сказать ничего там если я не ошибаюсь более 13 тысяч моделей шапок поэтому если вы находитесь в поиске головного убора и не обязательно шапки может быть кепи или шляпы то советую заглянуть на этот сайт далее я хочу вам показать такие две фетровые широкополые шляпы не всегда хочется носить шапки иногда хочется побыть леди шляпа это простой способ давать образу изюминки элегантности черная шляпа с твердыми стоячими полями вообще супер классическая ее легко сочетать с чем-либо а на момент покупки этой шляпы у меня были достаточно светлые волосы и мне очень нравилось как эта шляпа сочеталась именно с тем цветом моих волос но в этом году я и достала померила и решила что есть нынешним цветом она смотрится довольно таки неплохо и в завершении перейдем к палантинам шарфами с нудом я почему-то предпочитаю именно палантины как всегда максимально простые с минимумом деталей мне нравится что палантины очень многофункциональные их можно носить как шарф повязать на голову как платок или же накинуть на плечи как плед если в помещении очень холодно черный палантин я использую как чисто согревательный элемент ношу его под одежду а серый мне очень нравится использовать именно в качестве аксессуара для полного счастья мне еще необходим палантин в цвете camel как раз нахожусь в его поисках и на этом у меня все надеюсь что видео вам понравилось и оказалось полезным если так то ставьте пальчики вверх и спасибо за просмотр всем пока